всем привет друзья не началось утро лена отправила в школу но забыли мы купить у них сегодня они подписывают тетради по контрольным по дп и нужна ручка определенная со светлой пасты вот первый урок у нее физкультура я думаю сейчас бегать в магазин и успеть ей а физкультура рядом нас там стадион она должна быть там я думаю сейчас бегаю за ручкой и успею 8 45 закончится урок а сейчас 8 15 я быстренько занесу и ручку потому что на утром так распереживалась вот еще утром нет почему-то опухла губа верхняя бедный ребенок комплексует школу идти ну а куда надо идти чего она опухла ну похоже на герпес знаю на даче может вчера не чистыми руками трогала ну как руки надо чаще мыть всегда говорю мои руки мои руки надо купить какой-то мазь наверное мазать от герпеса меня дома нет надо покупать короче такие дела бегу все я уже бегу обратно буду искать лен вот такая вот ручка вот ближе чуть не фокусирует блин камера короче 8 гривен она стоит вот здесь вот на конце сейчас я открою синий носик такой вот потому что там есть другие еще без синего этого носик такого сейчас надо найти лену должны быть они на улице так ищем ищем а может их нет а вон я уже ее вижу она в когте спортивной а и а кофту спортивную не снимает потому что она не одела футболку под низ у нее под низом блузка я одеваю футболку нет я сверху на блузку и чтобы учительница не видела что у нее блузка под низом у нее это самое кофта хотя жарко лена лен здравствуй здравствуй вообще-то привет как дела снимаешь да смотри что я тебе принесла я специально бегала а ты под не потеряешь не а куда ты ее положишь ну смотри ленка чтоб не выпала что я не зря бегала все давай пока как твоя губа уже кстати чуть поменьше а почему не знаю ладно все давай удачи пока но она не потеряла прыгает бегает хорошо когда школа возле дома рядом боже боже красота так шуме там с камерой люблю я же говорю когда школа рядом вообще замечательно она себе в школу идет я в окошко ее проводила все так вот они тут занимаются физкультурой девчата ой так сейчас еще сонику поведу на улице а потом дальше я бегу ласки за песком закончился песок у нее стал старый песок насыпанный уже так воняет уже пол квартиры воняет а заменить нечем закончился немножко не подрасчитали так что сейчас еще бегу делать дела все ребятки взяла другую сумку что у нас кошелек вот у меня такая маленькая сумочка сова была вот у ласки за песком по магазинам успела быстро-быстро голову помыть еще влажная вот не сверлят где-то окно наверное стало пластиковое потому что машина приехала которая окна возит красота вообще хорошо муж еще спит пускай высыпается надо мы вчера так устали на даче моя с этими швами полночи провозилась же короче легли мы в часа три наверное и 6 30 я встала ничего можете пообеду прилягу хотя вряд ли это всегда собираюсь но вряд ли лягу там лена придет музыками школу отправлять короче высплюсь ночью уже магазин недалеко здесь кошачий собачий не знаю как его назвать раньше всегда песок покупали в АТБ а потом когда попробовал другой песок другой фирмы сейчас покажу куплю и покажу какой я беру мурка называется кто поняла что в АТБ это фуфло полное неудобно смывать у кого есть коты тот меня поймет когда смываешь и этот наполнитель он превращается как в глину к коробке прилипает ну это ужас а стал вот этой муркой я же говорю пользоваться то вообще элементарно беру мусорный пакет резким ударом и переворачиваем коробки так чик все высыпается коробка чистая только сполоснуть и все мужчина сидит и зовет голубя на скамейку ручной или что интересно интересно ладно сейчас куплю песок и покажу купила я песок этот наполнитель а то я говорю песок песок может кто-то не понимает вот такой вот 5 килограмм 7 литров мурка есть крупный мелкий средний это средний 40 40 43 50 цена ну ненадолго его хватает нормально хороший какой вот сейчас дальше пойду в магазин магазин фарша подкупить вчера обратила внимание что в морозилке нет фарша непорядок сейчас исправим так ребятки его же подъезда сходила магазин еще хотела в т.б. зайти но полные сумки тяжелые что идти в т.б. это не дотащу короче была в мясном магазине накупила тут а потом отдельным видео сниму покажу чего я накупила погода классная я хочу домой идти а мне еще соньку выгулять а так и не вывела ее она гулять с ней иди на иди моя собачка да не ласа ты ты рыба у тебя насыпана моя совесть соня будет кушать да соня проголодалась кушай я тебе мешаю да я тебе мешаю кушай красота моя она кушает легкие отварные так аккуратно кушает кушай кушай ласа а ты вообще уже что наши ласки начались критические дни но у нас в семье называется это милота потому что она еще маленькая у нас спрашивает мама что с лаской что с лаской а она такая в эти дни становится особо такая милая очень ласковая и ходит за нами и бурчит и такой у нее сейчас не знаю обычно ротик такой приоткрытый смешно не сейчас нет вот и так как она особо милая и мы прозвали эти дни милота поэтому у нее милота она даже с Сонькой не играет Соню к себе подпускает Соня обнимает облизывает да ласк ласенька ну что ты моя хорошая ладно кушайте дети папочка проснулся начинаю делать завтрак все как обычно бутерброды ему сделаю с салями а себе с куриной колбасой надо ее доедать пока не испортилось и чайок сейчас сделаю такой и будет завтрак уже сварила бульон куриный можно отключать плиту уже готов так что можно приступать варить супец еще хочу сегодня сделать маринованные грибочки шампиньоны очень часто их делаю раньше Лена их не ела она только ела которые магазинные маринованные в банках покупные именно опяту такие они вот желтенького цвета мелкие грибочки только их кушала а сейчас наконец-то раз я говорю попробую попробую оно вкусно наконец-то она распробовала тоже уметает только так шампиньоны кто первый раз на моем канале у меня есть видео я оставлю кстати ссылочку под видео на рецепте как я делаю как я их мариную очень быстро очень удобно то есть готовятся вот помыть порезать и на плите они варятся буквально минут 5-10 и все и тут же можно кушать если не сразу то в баночку этим же рассолом заливаю и все оно может стоять но у меня они в принципе дольше трех дней никогда не стоят мы их быстренько съедаем так что не знаю сколько их можно так хранить мы быстренько кушаем потому что очень вкусно и муж у меня он не сильно по грибам как-то вот они ему в принципе безразличны грибы а этот тоже распробовал и уже кушает наравне со мной а я вообще грибы с детства люблю а в принципе зачем тратить в магазинные покупать которые гораздо дороже тем более нынче шампиньоны хоть немножко цену на них опустили слава богу потому что было вообще дорого 60-55 потом 45 сейчас уже 35 уже по-божески здесь у меня полкилограммчика так что сейчас сделаю грибочки домыт и грибы желательно брать вот есть такие бывают что здесь внутри бывает внутри белые бывает внутри черные то лучше брать беленькие с черным не они тоже хорошие но они не так красиво смотрятся когда вот внутри у них такое черненькое поэтому стараюсь белые выбирать грибочки грибочки главное хорошо отмыть их вот так потому что много земли в них попадается хорошо поэтому я мою не все в куче их а каждая отдельно так как у меня их немного можно и каждая перемыть тем более это такие грибы которыми здесь не бывает ядовитых невозможно ими отравиться самые одни из безопасных грибов вот и все грибочек готовы осталось переложить в баночку либо пластиковую емкость но я кладу в банку стеклянную потому что если в пластиковую емкость то горячее не положишь она деформируется нужно остужать потом уже в емкость поэтому мне как-то со стеклом проще такие грибочки классные вот и все грибочки готовы полкилограмма у меня чутко влазит вот в такую вот баночку вот так вот они выглядят залитые рассолом то есть по самое горлышко и все в холодильник отправляем садимся мы с папой обедать суп он не хочет говорит на ужин суп покушаем да жиденькая чтобы не наедаться мама да говорит сейчас наедимся спать захотим поэтому так такой чисто перекус у него бутерброд с салями морская капуста навел он себе вот такое это он делает из томатной пасты добавляет приправы какие ты добавляешь иногда для шашлыка иногда для рыбы вот ему нравится вот он без томата у меня жить не может зелень а я покушаю кильку которую сегодня покупала и с хлебом и чайок у нас а что у нас к чаю к чаю у нас печеньки есть а те мы уже съели а те Лена в школу сегодня забирала съела да Лена приходила со школы пришла с одноклассницей я их покормила и побежала на музыкалку мед есть еще а да мед есть можно с печеньем хотя тут мало печенья у нас же есть это самое шоколадка а шоколадку сегодня точно сейчас достанем короче такой у нас перекус вкусный Лена пришла с музыкальной школы хочет перекусить да Лен дай компота попить мама как классно я тебе еще налью он еще бутылка не наверное папочка я ставлю компот варить что тут уже на дне да вот такой вот пожарила ей по-быстрому яичко и помидор ты что это не рассказывала про герпес не я утром рассказывала сейчас расскажу короче два яйца здесь и помидор потертый на терке и соль и очень классная штука получается мама тут стоит человек какой кто здесь папа это папа кто здесь мужчина кто вы я папа Сонька прибежала бери пробы кушай скажешь как мне кажется что я чуть-чуть вроде как пересолила может я влюбилась нормально кого влюбилась в папу он стоит красиво красиво стоит взаимно а что ты хотела рассказать а за герпес что на губе у тебя губка верхняя увеличилась но это не ботокс это герпес похоже на герпес на даче вчера были либо Лена либо грязные руки кирпес еще когда я влюбилась оно чуть-чуть не знаю печет печет начинает да но это это долгая вообще штука пока ну типа вот как наберется оно долго да проходит когда ты большая вот блин долго долго Лена ну ничего главное я тебе говорю руки мой на даче ты бегаешь грязными руками и трассу губы потерла запросто может быть какая-то это самое грязь надо руки чаще мыть у тебя тоже будет что а если герпес то я могу заразиться по стакану может мы постоянно пьёлись а я попила со твоего стакана ух ты не ну это еще на самом деле от иммунитета зависит как у тебя иммунитет да это самое потому что на самом деле мы на улицу выходим вокруг куча летает бацилл микробов и те же деньги те же ну то есть сидят например три человека чихнул на них кто-то один заразился другой нет это чисто иммунитет сработал у кого-то защитился от бактерий у кого-то нет так что не факт что я заражусь да поняла не переживай ну все приятного аппетита кушай мам а кстати про музыкальную школу то что мы только что говорили что завтра концерт да сольный номер и не только потому что нам хор ставили и хор завтра короче завал полный хор каждый день любят дети петь хе-хе-хе вообще-то у них урок в субботу а они почему-то берут чужой урок и ставят ус ладно донечка кушай потому что нам на плите кипит когда-нибудь кончится хор ну когда-нибудь будет че-хе-хе-хе че-хе-хе че подожди сейчас я в девятом классе закончу У нас бабушка в хоре пела до скольки конкретно, да? Моя бабушка? Да. В хоре ветеранов пела. Да. Много лет. Да. Уже лет много. Не, ну это не работа была как хобби просто. Ну. На пенсию. Да. Доченька, так все, в хор на всю жизнь тебе. Не расстраивайся. Ха-ха. Лен, папа шутит. Все, кушай, потому что у меня уже кипит уже через край там. Вот и ужин у нас настал, ребенка накормили, спать уложили. Папа на ужин супец такой сварила, куриный, с макаронами. Ну макароны прям такие прям разварились, ну ты любишь, да? Более такой насыщенный, густой получается. Такой очень вкусный суп, маринованные грибочки уже замариновались. У меня просто бутерброд с салями и сегодня у меня бокал шампанского. Последний раз я шампанское пила когда? На Новый год. На Новый год, да. Поэтому нет, я не алкаш, вы не подумайте. Просто вот что-то захотелось. Праздник сегодня, 2 мая. Да. А что за повод? Давай, чтоб у меня какой-то повод хоть был. Ну когда-то давно я 2 мая прибыл из армии домой. Ну вот видишь. 5 часов утра я был на вокзале в своем родном городе. Это было 2 мая. Я это всегда помню всю жизнь. Ну вот видишь. Ты вернулся с армии, а я за тебя выпью. Давай. Да. Короче, ребятки. Почему нет? Почему бы нет? Вот так вот у нас прошел сегодняшний денек. Спасибо за просмотры. Кому понравилось видео ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Всем пока-пока-пока-пока-пока-калаа. Всем пока.